Музыка Здравствуйте! В сегодняшнем видео я предлагаю разобраться в номенклатуре алканов. Мы вместе с вами на примерах разберем алгоритм и особенности называния углеводородов этого класса. Для начала я предлагаю назвать простой по строению алкан. Его структурную формулу вы можете видеть на своем экране. Вспоминая алгоритм, данный вам в теоретической части раздела алканы, находим самую длинную углеродную цепочку. Ее вы можете видеть на своих экранах. Следующий шаг – пронумеровать атомы углерода. Здесь следует вспомнить особенность данной нумерации. Чтобы правильно проставить номера атомов углерода, необходимо посмотреть, присутствуют ли в данном веществе радикалы. Если да, смело нумеруем с того конца, к которому ближе старший радикал. Если радикалов нет, нумеруем слева направо. В нашем случае радикалы отсутствуют. Правильный вариант пронумерованной цепочки вы можете видеть на своем экране. Следующий шаг – вспоминаем, какой алкан имеет 6 атомов углерода. Это гексан. Так как радикалы у данного алкана отсутствуют, к названию мы можем прибавить лишь букву N, которая указывает на то, что структурная формула гексана в нашем случае представлена просто цепочкой углеродов. Следующий пример. У данного в этом примере алкана есть радикал, следовательно, нумерацию самой длинной углеродной цепи начинаем с того конца, к которому он ближе. Самая длинная углеродная цепочка данного алкана состоит из 5 атомов углерода. Вспоминаем, какой углеводород этого класса имеет такое количество атомов углерода. Это пентан. Теперь пришло время разобраться с радикалом данного углеводорода. Он присоединен ко второму атому углерода. Вспоминаем, какой радикал имеет молекулярную формулу CH3. Метил. Формируем название. На первое место ставим номер углерода, к которому прикреплен радикал. Далее название этого радикала и название алкана, который лежит в основе данного соединения. У нас получается 2-метилпентан. Следующий пример. Называем по тому же алгоритму. Самая длинная углеродная цепочка. Нумеруем со стороны радикалов. 4 атома углерода имеет алкан-бутан. Разбираемся с радикалами. Знакомый нам из прошлого примера метил присоединен ко второму атому углерода. Особенность данного соединения – два одинаковых радикала. Цифра, обозначающая номер атома углерода, к которому присоединен радикал, пишется столько раз, сколько одинаковых радикалов к данному атому присоединено. К названию радикала прибавляется приставка, также содержащая количество одинаковых радикалов в данном соединении. Вспомним, приставка 2 – это D, 3 – это 3, 4 – тетра и так далее. Название получится следующим. 2-2-диметилпентан. Бутан. Похожий пример. Предлагаю вам сделать его самостоятельно, а потом проверить. Пожалуйста, остановите видео и постарайтесь назвать данный алкан самостоятельно. Вот что должно получиться. Еще раз разбираем нить ваших рассуждений. Самая длинная углеродная цепочка – 4 атома углерода. Нумеруем со стороны радикалов. Такое количество атомов углерода имеет бутан. Радикалы у нас два. Они идентичны, присоединены ко второму и третьему атомам углерода. Следовательно, название будет иметь следующий вид. 2-3-диметилбутан. А теперь я предлагаю разобрать более сложный пример. Самая длинная углеродная цепочка – 6 атомов углерода. В данном соединении у нас два вида радикалов – метил и этил. Нумеруем цепочку со стороны старшего радикала – метила. Чем больше атомов углерода в радикале, тем ниже его старшинство. Два радикала метила у второго и четвертого атомов углерода. Один радикал – этил у четвертого атома углерода. Формируем название. 2-4-диметил-4-этил-гексан. На этом все. Мы с вами молодцы. Надеюсь, этот вопрос не остался для вас неразъясненным. Следуйте данному алгоритму, и у вас все получится. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok